Вопрос, нужны ли они мне? Вопрос, буду ли я их носить? Я, может, кладём пришла. Мужик автоблазняет своими ботинками. Для разрезов. Дольче Вита. Дольче Вита. Боже, ну, хламур же. Просто хламур. Смотрите, какие симпатичные. Не отпускают меня, не отпускают меня обувь. Девочки, всем огромный привет. Сегодня мы с вами пойдём в два магазина. Я, может быть, разделю это видео на две части. Если получится очень длинно, то сделаем два видео. Если не очень длинно, то сделаем одно. Значит, два магазина. Один называется Marshalls и один называется DWS, если я не путаю. DWS – это магазин обувный. Расшифровывается это как дизайнер warehouse shoes. Ну, в общем, что-то такое. Короче, склад дизайнерской обуви. Ну, в общем, дизайнерской, там, спорный вопрос. Ну, как они себя назвали. Но там достаточно такие, знаете, там, в принципе, неплохие цены. И такие бренды довольно известные некоторые. И мы посмотрим, наверное, уже есть осенние обувь. Мы посмотрим, что в тренде у нас в обуви сейчас. И следующий, второй магазин – это Marshalls. Они находятся тут рядышком, между друг и рядышком с другом. И Marshalls – это такая версия… Это американский магазин, на самом деле. И это одна компания. Вы, наверное, все знаете. Это TG Maxx, Marshalls. Магазин в Америке. У нас TG Maxx называется Winners, а Marshalls у нас назвали Marshalls. Сейчас в Канаде пойдем в Marshalls и пойдем, вот, посмотрим обувь и все. Пойдемте. Долго не буду разговаривать. Сейчас только покажу вам два магазина, как они выглядят. Это Marshalls. А где-то у меня сзади, я потом его сниму. А вот там у нас находится магазин Pookie Life. Но туда мы не пойдем. Там все для хоккея. Это самое, самое главное в Канаде тема. Поэтому, в общем, так. Нет. На счет хоккея мы не это самое. Нас это не очень интересует. А вот Marshalls мы сейчас отправимся, но сначала в обуви. Вот он DSW, а я сказала DWS, дизайнер верхаус. Ну, дизайнер шуз верхаус. Да. Немножко я перебудула буквы. Магазин большой, как вы видите. Товару много. Довольно симпатичный сапог. Посылки. На такой квадратном каблучке. И стоил он 100 долларов. А сейчас он стоит 40. Не думаю, что это, конечно, кожа стигма. Это известная компания. Единственное, которая первый раз я... Первая компания, которую я узнала. Тоже стоили они 120. А сейчас они 40. Давайте смотреть, что у нас тут еще есть. Вот тоже очень неплохой такой сапог. Вот этот очень мученый, вот этот мне понравился сапог. Кстати, все без каблуков. Они все по 40 долларов. Но они, конечно, все не кожаные. А вот такой же черный. Как интересно, что вы видите, что ни одного сапога на каблуке нет. Так, здесь короткие ботинки. Сапог на каблуке я не нашла. Ни одного. Ни одной пары. Эти стоят 89. Такие же здесь черные. Вот эти стоят 40 уже. Коротенькие потяпленчики. И вот такие вот. Тоже за 40 долларов. И такие вот грандиные ботинки. Коричневые. Еще немножко вам грубых ботинок. Вот эти интересные. У них, видите, такой сделан из текстиля вверх. И язычок. Как будто бы вязаные. Тоже они по 40 долларов сейчас. А эти вот немножко другого. Видите, как интересные у них вверх и язычок сделаны. Как будто бы из такой ткани зимний пальто. Интересно. Знаете, вот это сейчас очень модно. Уже давно, собственно говоря, модно. Стоят они 79 долларов. И это фирма Deter Laundry. Я знаю такой бренд. Мой размер. Кожа. Или не кожа. Видите, вот этот значок. Нет, не кожа, конечно. Просто плохо вижу. Вот тоже ботинки с мехом внутри. Но все это искусственная кожа. И мех тоже натуральный. Стоят они 40 долларов. Вообще ассортимент, конечно, такой. Вот такие как-то пакеты. Вот эти тип мёдом симпатичные. Они стоят 29. Минитые тимберленды жёлтые. Они по 160 долларов. И они не на сейле. Они никогда не бывают на сейле. А вот похожие на них. Но это уже не тимберленды, а какой-то барбур. И они уже за 40. Так, у нас тимберленды кожаные. Эти, конечно, нет. Хотя тут написано, что они значит, от дождя и снега вас защитят от всего, чего. Понравились мне вот эти ботиночки. Мы на такой подошли. Они тоже сейчас на сейле за 40 долларов. Нет, не выбрался номера. Ладно, пойдёмте дальше. Так, вот эти были 160, а сейчас они 39. Это кожа. Видите? Сделаны они вот таким вот ботинком коронолыжника скалолаза. Такая вот подошва. Очень-очень удобная на зиму. Ну, это то, что у нас носят зимой, то, что у нас пользуется спросом, то, что у нас популярно, то, что у нас очень удобно. Вот ботиночки из натуральной замши. Они тоже сейчас за 40 долларов, стоили 120. Есть, видите, чёрные такие. Есть и рассчитаны на зиму, на холод. Но замша, по-моему, или зимой не очень удобна. По крайней мере, мне так кажется, потому что зимой, зимой, когда снег, вся эта замша, она протекает, промокает. Не знаю. Я бы не стала. Так, зимняя обувь кончилась. Я пришла в лодочке. Посмотрите, по каким хорошим ценам. Какая симпатичная, симпатичная туфля за 25 долларов. Вот это вообще за 19. Смотрите, классическая чёрная туфелька. Конечно, тоже не кожаная, но она, по крайней мере, очень элегантная. Вот эта белая с чёрной очень нравится классическое сочетание. Вот ещё такие классические лодочки. Это Энк Лейн, это наша американская компания. 70% скидка. Вот просто чёрные лодочки. Много чёрных лодочек. И вот Марк Фишер. Это тоже известный бренд. И они стоят через 25 долларов. Блокированные. Маленький Кит Эм Хилл. Симпатичный ончинтур. Вот смотрите, какие симпатичные бежевые. С такой резеркал. Это называется. Тоже за 20 долларов они сейчас. И вот такие же есть тёмно-синие. Вытянайся. Это довольно приятные. А их вот много. Есть ещё такие чёрные, бежевые. В общем, разных цветов. Все они за 20 долларов. Ну, прекрасная же цена. Мне прям понравились. Смотрите, какой расцветка. Какой цвет красивый. Тоже они стоят 25. Это бренд называется Патриан Битадин. Я знаю. Это неплохой бренд. Я даже не знаю, это кожа или нет. Самый маленький это шестой. У меня будут большие. Смотрите, какой закос под майклой. Ой, нет. Не майклой. Что это? Валентина. Ну, какие же они красивые, а? Девочки. Тоже за 20 долларов. Боже, как высокая. Вот есть такие защитные. И есть такие вот пасмошки. Ценят по 20 долларов. Это бренд называется какой-то микс. Нет. Микс 9, микс 6. Я не знаю. Тоже никогда не знаю, как он называется. Но вы смотрите, какие очень симпатичные. Вот бежевая пасмошка. Ну, просто уж прелесть какая. За 20 долларов. Или вот такой вот шузей. А вот джинсовый. И просто бежевая лодочка. Классическая. Лаковая. Ну, посмотрите, у нее здесь внутри каблук сделан. А, она подошла и сделана. Вот. под змею. Вот черная классическая замшевая лодочка. Вообще, как бы, летняя коллекция мне здесь больше намного нравится, чем зимняя. Потому что зимняя, ну, просто какие-то такие были страшные. Престрашные. А летняя, так и ничего. Вот эта шамель у нас тут. Как будто бы... Тоже что-то под змею. В общем, много всяких лодочек, босоножек. Мне прям понравилось, понравилось. же они за 20 долларов. Я бы даже прям такие купила. Знаете, такая хорошая, красивая, кожаная... Ну, не кожаная, не знаю, я сейчас посмотрю, это кожа или не кожа. А, вы представляете, это кожа. Там написано что-то, не знаю, видно или нет. Везер Аппл, это значит, кожаный верх. И посмотрите, какая красивая отделка. Красивая коглу. У них очень высокие, кстати. Но они остались сейчас с половиной, последняя пара. Я, конечно, их сейчас померю, хотя, вряд ли они не подойду. За 20 долларов кожаную туфлю. У меня прелесть. Да, мне, конечно, с моим пятым размером сейчас с половиной. Немножко великоват. А жалко. Симпатичные. Кофе кожаная, совсем душевая. Еще немножечко вам красивых, красивых за 20 долларов босоножек. Вот такие же золотые. Вот такие. Винскомуд, это вообще хороший бренд, но они не на селе. Они стоят 90. Смотрите, какие красивые красные босоножки. Очень красивые. Вот очень приятные. Кстати, у меня нету босоножек. Может быть, они стоят, посмотрите на них. У них хороший каблук. И вот это вот такие переполнечки. Они стоили 60, сейчас они стоят 25. Я не думаю, что они кожаные. Давайте смотреть. там-там-там-там-там. Бедного размера, судя по всему. Вот эти, кстати, очень все вот такие удобные, мягкие. Тоже не знаю, если это замша. Эссекслей, называется. Вот очень удобный босоножек. Смотрите, бежевый, хороший цвет, тоже 25 долларов. На все случаи жизни. А вот это вообще супермодный. Ой, на танкетке. Смотрите, какой классный. Вот это вот пластевочка как под черепаху. Стоят они 20 долларов. Какие у нас из размеров. Так, малого пятого, конечно, нет. Вот, вот, змею. Тоже они такие золотистые. Змея серебристая. Серебристая змея. Серебристый ковлучок маленький. Очень, наверное, удобный краблук маленький. Стоят они тоже 24 долларов. Их тут много, много есть. Есть 5,5. Какой это стоит на витрине? Это 6. Между прочим, они кожаные. Написано, что они кожаные. Они стоят 25 долларов. Вот они же есть желтенькие. Тоже за 25 долларов. Очень приятно. Просто тоже 5,5. Самый маленький. Я думаю, что они просто меньше нету, чем 5,5. А вот это стоит 6. Всегда на витрину ставят 6 размер. Я когда работала в обувном магазине, была в моей жизни такая история, то мы всегда на витрину ставили 6 или 5, потому что маленького размера обувь всегда выглядит более симпатично, чем большого размера. «Музыка» 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 Вот Nike V27, вот это Clarks, тоже за 60, очень удобные. Вот эти стоили 175, а сейчас 29. А что это за такие? Они довольно тяжелые, но на вид удобный. Мы решили их померить, потому что мне понравилась вообще эта идея. Нашла свой пятый размер. Я вам скажу, они такие твердые, неудобные. Хотя размеры они не хороши. Мне что-то не нравится, они как-то неудобные. Тяжелые, такие твердые. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть из таких шлепок. Так, ну вот это Nike Vest, это известные. Они не на сейле, они стоят 80 долларов. Это, как, Birkenstocks, стоит 40. Вот интересно, что все на каблуке, вот эти все, они на сейле. Вот Nike Vest тоже 60. А вот совсем-таки летние босоножки, сандалии, они всем по full price. Бренд какой-то называется Italian Shovel. Стоят, они стоят 50 долларов. И вот здесь сразу-таки сверху. Вот эти выглядят очень мягкие и неудобные, а на ушах они не очень мягкие и удобные, они стоят 30 долларов. Да, кожаные, они действительно кожаные, они такие мягенькие здесь. Это вот эти симпатичные с пляжечкой. Такого, знаете, золота тоже 180, а сейчас 29. Золото такое красивое, знаете, не желтое, не розовое, а такое медное. Ну и вот вам красоты и блеска. Вот это праздничные блестящие шузики на любой вкус, цвет и кошелек. А вот эти-то мне даже как-то и понравились. Вот они стоят 25 долларов, бренд Нина, это не очень дорогой. Написано, что это Нью-Йорк, но это так, одно название. Хотя написано, что они там стоят 140 рублей в магазинах, здесь они стоят 70, сейчас они 24. Это, кстати, бисер, и они не такие, знаете, прямо вот вырви глаз, блестки, а такие интеллигентные. И вот эти ничего, как вот под Animal Print, но такие блесточками за 20 долларов, неплохо. Все блестки в гости к нам. А все это, видимо, осталось, потому что в этом году никто ничего не празднует, никаких свадеб, никаких выпускных. И вся эта красота осталась не распроданная. Да, какая жалость. Ну, конечно же, я метнулась в свой пятый-шестой размер. Значит, система здесь такая, раньше была, сейчас я так понимаю, что цена написана на самой коробке. А раньше было, видите, разноцветные стикеры, которые говорили, какой процент скидки есть на обуви. А сейчас я вижу, что просто цена написана сразу на коробке. Ботинки я могу с шестой размером, босоножки, и тухли с шестой размером мне большие. Смотрите, какие желтенькие. Ай-яй-яй. Ну, шестой размер мне будет большой. Натеря даже трогаться и прыгать. А вот франк к сатру. Это хороший бренд за 25 долларов. Нет, мне не нужна обувь, вы понимаете, да? Ну, просто, чего раз пришла, так чего ж. Смотрите, какие резиновые галоши. За 40! За 40! О, тут тоже Валентина. Шипы, я не знаю, видно или нет. О, эти какие. Это тоже сто размер, конечно, они мне будут большие. Ну, я бы и не стала их, наверное, покупать. Хочется что-нибудь померить, вам показать. Но что-то мне ничего не нравится, если честно. Как-то... Как-то не ахти, что... Ничего не вижу. Интересно, в моем размере. Может, там есть других размеров? Я же не могу мерить другие размеры. Давайте посмотрим, что здесь в пятом. Ага! Вот, смотрите. Это пять с половиной. Давайте-ка посмотрим. Так, супер немодная вот эта вот открытая платформа. Ну, я Сорока. Сорока, они стоят 24. Американ гламур. Угу. Ну, гламур это... Просто нам надо. Ну, гламур же. Просто хламур. Очень гламур, кто хочет. Ну, вы понимаете, я не собираюсь тут покупать. Я для прикола решила поспанировать. Красотички. Я стою в похожих, на самом деле, блестящих золотых, но, конечно, не таких. Вот я вам показываю себя. Тут какая-то наклейка на зеркале, поэтому у меня плохо. Тоже пять с половиной. У меня, кстати, есть много такой одежды в клеточку. Сейчас мне пойти сесть на стульчик. Все так корят, что-то. Господи. Может, это красиво? Даже симпатичные. Каким-то, как зеркало. А что, миленькие, симпатичные туфли, правда? Даже интеллигентные такие. У меня много вылезет такой черно-белый пилет. Так, решила померить вот такие сапоги черные замшины. Они стоят 40 долларов. Такой сапог. А что, хоть сапог? Очень важно, плохой сапог. На замочке с аркалатными. Удобные. Плохие сапоги, кстати. Вот он. Рядом с сапогом ботиночек, значит, на каждой моднице. Посмотрите, что это. Это настоящий мех, между прочим. Ой, сейчас покажу. Видите? Это настоящий мех. Каблучок такой хорошенький. Пять с половиной. А сколько он не стоит? Тоже 40 долларов. Не стоит. Давайте-ка мы их померим. Это, между прочим, бренд про красавто. Это довольно хороший бренд. Это натуральный мех. Красота. Идемте в зеркало. Они такие удобные, видишь, доброчек. Красиво. Очень же красиво. Хотим-то второе надо. Я прямо в первую пюль. Мне прямо так удобно. Вопрос на жмире. Вопрос в бутылочек. Я в мужской отдел пришла. Мужик автоблазняет своими ботинками для разрезов. Здесь такое большое зеркало в мужском отделе, в женском такого нет. В мужском отделе, кстати, обуви очень мало, как ни странно. В женском вот валом, валом завали, а в мужском нет. А вот смотрите, какие хорошенькие миленькие. Правда же? Дольче Вито. Дольче Вито. Боженая. Как разумно, сколько они стоят? 29 долларов, 6,5. Большие боты. Жалко. Дольче Вито. Не забыто. Ну все, наверное, я здесь все обсмотрела. Пойдемте-ка в другой магазин, который я вас собиралась взять. Смотрите, какие симпатичные. Не отпускают меня, не отпускают меня обувь. 6,29 долларов. Мне будут они большие, я даже мерить не буду. Черт, пришла 6-й день. 6-й размер. Валентина. Ну, просто так я вам показываю, что есть. Это как бы не мой размер, они не велики, но... Видите, какой большой магазин. Большой еще. Я с дальнего глаз не могу. Все, пойдемте в другой магазин, посмотрим, что там есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова